Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Причина популярности этой техники у ее надеянности и доступным обслугованием А в ходе выполнения державной программы «Здоровье народа» и «Демографичная обеспека» Республики Беларусь Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Становшая динамика закономерная. В 2016 году великая увага надавалась консультацией тяжелых женщин. Скоротилась колькость абортов. Перед врачами поставлена задача индивидуального подхода до кожного пациента. Это то, чего мы добиваемся от каждого нашего врача. Чтобы врач, как хозяин своего участка, знал все о своих пациентах и смог их убедить вовремя начать лечение, пройти его и сохранить свое здоровье. 2017 год, конечно же, мы будем продолжать данный раздел работы. Он очень важен. Во-первых, позволяет повысить значимость самого человека в своих глазах, а также и имидж медицинского работника как профессионала. А кроме того, в минулом году была проведена масштабная информатизация сферы оховы здоровья Гомеля. Полностью компьютеризованы пять поликлиник. У них ведут электронные амбулаторные карты, выдают электронные рецепты. Эту работу протягнуть и в 2017 году. Местовые улады допомогут же храм региона найти отказы на хвалюющее питание. В субботу протягнуть работу промыя телефонной линии. 21-го студента «Звороты граждан» выслухает наместник старшини Гомельского обл. Выконкама Андрей Васильевич Конюшка. Номер телефона 75 12 37. Гомельчане могут вернуться до наместника старшини Гар Выконкама Сергея Явгеновича Андреева. Звонки он будет принимать по номеру 75 63 33. Час работы промыкли не с 9 ранец и до полдня. Выники деянности за 2016 год сегодня подвали в управлении внутренних справ Гомельского обл. Выконкама. Летость в регионе зарегистрована майже 13,5 тысяч правопорушений. При этом узровень злочинности у темлику подлетковой и рецидивной снизился. Дякуючи проведенной профилактичной работе, полепшилась и дорожная обстановка. Колькость ДТЗ скоротилась от приклада на 15%. Амаль настолько же снизился по кашек гибели в авариях. Хочу сказать, что в целом оперативная установка по Гомельской области под контролем. Сегодня мы имеем положительные результаты в раскрытии общей преступности и по линии уголовного розыска. Раскрыты все убийства, тяжкие телесные повреждения, изнасилования. Имеем высокий уровень раскрытия краж и других видов преступления. За сухими лижбами статистики, что дженная праца милиции. Лепшая оценка их деянности стала меркование Жихаров Гомельщины. Так, по выниках мониторинга громадской думки, узровень доверия населенства до супрацовников милиции, летость так само взрос и зараз складая 63,3%. По выниках минулого года, лепшие супрацовники отримали грамоты и новые звания. Темчасом министр природных ресурсов и оховы новокольного осяродия Андрей Каухута сегодня принял удел у поширенном посаджении коллегии Гомельского областного голенового комитета. На порядку дня два основные пытания. Выники работы регионального подразделения за 2016 и задачи на 2017 год. Так, на территории Гомельской области объемы выкидов у атмосферы шкодных ресурсов за минулый год засталися на раннейшем узровне. Яны крыху пересягнули лишь бы у 100 тысяч тонн. Самый великий объем на рахунку Мазырского и Жлобинского районов, что обумовлено наявностью там буйных вытворчих предприемствов. У целом у основных промысловых центрах забеспечена стабильная экологичная обстановка. При этом летость возросла колькость администрационных протоколов, складенных на порушальников природооховного законодавства. Усяго 282 факты. Юридичным и физичным особам продъявлено 235 претензий на сумму больше, как полтора миллиона рублей. Гомельский регион, Гомельская область, она очень промышленно развитая. Много месторождений полезных ископаемых, много предприятий. Поэтому одна из задач важных – это контроль за выбросами, контроль за охраной окружающей среды. Контроль, в общем-то, осуществляется в должной мере, но есть, конечно, эта работа ведется постоянно. Поэтому, конечно же, необходимо работать и с предприятиями. Это и люди, общественность. Вот этими совместными усилиями, я думаю, необходимо делать все возможное, чтобы не было каких-то эксцессов, чтобы не было выбросов. Что до штрафов и подписаний, то лидером у этой категоры по выниках проверок заявляется Гомельский шклозавод. На момент начала масштабных контрольных мероприемств высветлилось, что на объекте у Вогули не было службы природоохова и контроля за шкодными выкидами. Зараз она створена, ведется процесс ликвидации недохопов. У Вогули, якость экологичных доследований у Комитета природных ресурсов все ли это оценено стану лучше, а ли по особенных на прамках деянности потребуется обновление обсталевания и инструментов проведения эксперты. Будем участвовать во всех мероприятиях, посвященных Году науки. В ближайшее время будет организована и конференция Минприроды и организации с приглашением других заинтересованных, чтобы отметить этот Год науки. Ну и, безусловно, это не только мероприятие, но это и реальные действия. Это создание новых методик, новых технологий, новых подходов к охране окружающей среды. Сегодня в средней школе номер 12 открылся первый у Гомеля класс по электробиоспеции. Инициатором его створения выступил филиал «Энергонагляд» Республиканского унитарного предприемства «Гомелянерго». Основная мета работы кабинета – профилактичная. Новые аудиторы обсталеваны наглядными допоможниками, стендами и приборами, у распроцовцев яких удельничали супрацовники «Энергонагляду». Тут у шостый школьный день будут проходить факультативные занятки по профилактиции травматизму не только с детьми, а и их батьками. А кроме того, в школе плануется организовать волонтерский отрад, удельники которого после будут делиться корыстным опытом с одногодками из других научных установ Гомеля. Первый заняток по электробиоспеции провелись сегодня после врачистой церемонии его открытия. «Передулись обе и будь ровным, сярод ровных». Так гушите девизы Гомельского областного громадского объединения «Инвалиды-спинальники». Але не все залежит от одного, только жаданья. У нашем регионе живем аль три с половой тысячи инвалидов-колясочников. И у кожного свои проблемы. Складанности, с якими наибольшаство сутыкаются такие люди, сегодня мерковались под часу встречи членов громадского объединения с представниками Улады. Подробязности в наступном сюжете. Олене Гербоносенко усяго 25. Инвалидность девчонки отримала каля трех годов тому. Травма позвоночнику спочатку привела Олену до протяглой депрессии. Потом она стала привыкать, знайомиться с людьми, які мают аналогичные проблемы. И знову начала жить. Зараз заканчивая навучание на экономичном факультете Гомельска гадяж университета и мяскарыны. Кажет, что самая главная проблема – перемещение по городу в громадском транспорте. Зараз она выращенная. Девчонка села за руль автомобиля. Это дозволяя отшивать себе больше пыльнина. Але и тут не зауседы можно обыстись без допомоги необыяковых людей. Когда вот был снег, машину приходилось очищать от снега. Ну, иногда кто-то там подходит, может вам помочь, там, расчистить ее. Иногда, да, помогают. А иногда просто пройдут мимо, там, либо когда вот залазишь в машину, коляску складываешь, ну, я самостоятельно складываю, то тоже смотрят так издалека. На сустрече не разу гучить меркование, что для удалой интеграции инвалидов-колясочников у громадства им необходно переодолить у першую чергу психологичные перешкоды. Для этого потребна внутренняя сила, альбо допомога близких. Але не меньше важно справиться з іншими барьерами, які уснують за порогом у ласной квартиры. Выйсти на улицу, трапить у магазин альбо поликлинику, корыстаться громадским транспортом. Не глядеться на то, что опошние годы держава шмат робить для организации безбарьерного осеродзе, казать об комфортном перемещении инвалидов-спинальников по городе, пакуль рано. Очень много уже сделано. Но вопрос в другом. О качестве объектов безбарьерной среды. Они, конечно, еще не всегда бывают выполнены в соответствии со всеми требованиями. И тут не какой-то, может быть, злой умысел или какая-то иногда экономия каких-то средств. Просто непонимание или незнание проблем этих людей. Иногда просто еще нежелание, иногда, может быть, просто посоветоваться с теми, для кого это делается. То есть без нас, для нас что-то делает. И тут здоровый человек не всегда может предусмотреть все требования. Хотя с НИПы, они, по-моему, все вопросы решаются. Только нужно вовремя к ним, к документам этим обращаться. Зарабить жизнь таких людей больше комфортным и радостным Виноградовой. У девчонки пухли на мозг, лучшая твердые стады. У костричнику ее и зарабили операцию, а лицалком перемахших хворобу не отрымалось. Немецкие врачи готовы взяться за непростый выпадок. Однако на лечение потребны неподъемные для семьи сродки, коля 100 тысяч евро. На сегодня удалось собрать шверть гэтой суммы. Наблизить я еда заповедная лишь бы заутро поспробуют белорусские артысты. Концерт отбудется у городским центры культуры. Початок у 18-го один. Усе отрыманные сродки будут пераличены на лечение девчонки. Да помогши детяте можете и вы для гэтага достатково пополнить рахунок мобильного телефона. 8029-506-7070. 50-годов фото-мастатстве. Своя особливую творческую спровоздачу гомельский фото-мастак Сергей Иванов представил в экспозиции «Земля белорусская». У ее вышли 30 работ. Аутр Яшел Дятсинстве стратил слых, однако не сгубил текавость и любовь до життя. Царот жанров фото-мастатства отдает первого репортажу и особливо пейзажу. Ей намкнется захавать на фото-паперы гэтые маукливые свет тишины и гармонии. Яго займая пошук новых ракурсов, световых эффектов урозный час. На выставе у музея фотографии можно познайомиться с творчыми работами аутара, які адлиструвуют стан природы урозные поры года. Дивные у своей малявничести рек и озеры, безмежные лясы и поли. Каб повиншовать аутара с творчым юбилеем, у музея фотографии собрались сябры, члены фотоклубов и Белорусского товарыства глухих. Выставка Сергея Иванова открывает в этом году выставочный цикл в музее истории города Гомеля. И мы очень рады этому событию, потому что очень давно дружим с Сергеем Михайловичем и в творческом плане, и общаемся просто как с человеком. На его работах можно очень хорошо проследить, вот именно какой он человек, потому что они такие же легкие, такие же светлые, такие же одухотворенные, как и Сергей Михайлович. По прогнозам синоптиков, на выходных установится одлига с мокрым снегом и дождем. По информации областного гидрометцентра, в субботу и неделю температура поветра на протягу суток будет находится в межах от минус 2 до плюс 3 градусов. В особенных районах шагается туман, гололед, на дорогах гололедится, да и закликая водителя в складанных умовах на двор и быть особливо уважливыми на дорогах. Выбирать худкость руху, дистанцию, боковый интервал с уликом стану проездной частки и конкретной ситуации на дороге, отмываться от необдуманных маневров и обгонов. Это и другие новины вы можете найти на нашем сайте в интернете по адресу www.tsivergomil.by На этом выпуск завершен. У студии працовал Александр Гамоля. Увсякого вам доброго и до встречи в эфире.